Вы находитесь в Espace Liberté, Reform Space, Париж. Это площадка для русскоязычного комьюнити, которая разделяет с нами ценности демократии, прав человека и выступает против войны. Здесь мы поддерживаем нашу комьюнити, и, в принципе, все, кто здесь находится, любой может стать его членом. Как это сделать, можно спросить у меня после этого мероприятия или посмотреть в нашем Телеграм-канале. Приходите, у нас много разных интересных событий, и приходите просто побыть с нами, у нас, чтобы получить свою поддержку. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, Оля. Я Оля Прокопьева, президентка Ассоциации Рюсси Либерте, которая одна из основателей этого центра Espace Liberté. Мы его создали вместе с Free Russia Foundation и Институтом Сахарова. И еще что хочу добавить, что здесь, помимо каворкинга и всего, что озвучила Оля, также у нас имеется студия, которую мы открыли вместе с репортерами без границ, и которая предназначена для журналистов и медиапроектов, чтобы вы могли реализовывать ваши любые медиапроекты, будь то подкасты или видеоматериалы. Это все возможно бесплатно, и, пожалуйста, обращайтесь. У нас сегодня достаточно необычная тема. Мы здесь очень много вообще говорим об интеграции, о том, как жить во Франции, какие проблемы с документами, как заниматься активизмом и так далее. Но поскольку Франция сейчас переживает политический кризис, это можно сказать так, нам показалось очень важным объяснить нашему комьюнити, тем, кто уже давно здесь, или тем, кто недавно приехал, что происходит во Франции. Многие, я думаю, не привыкли к такому уровню политической нестабильности, находясь в России, потому что там политическая стабильность, к сожалению, уже давно. И выборы не предоставляют никакого секрета и никакого сомнения в их результатах. А здесь как раз все очень напряженно, оживленные дебаты и большие-большие вопросы. Вообще во Франции уже очень давно сменяемость власти происходит сменяемость между левыми и правыми. Макрон у власти уже достаточно тоже давно, у него второй мандат, и он прошел через многие сложные кризисы, там, начиная от ковида, война в Украине и так далее, и подвергается уже давно большой критикой. А также давно уже, собственно, идет рост симпатии к ультраправым движениям, и сейчас как бы этот кризис как бы на пике, и поэтому мы собрали такой чудесный набор специалистов, экспертов из разных властей, и просто людей, которые, мы уверены, вам расскажут очень разные и очень интересные точки зрения по поводу того, что происходит. И потом у нас, конечно же, будет момент дискуссии с залом, вы сможете задать все ваши вопросы. И в конце тоже вы можете остаться примерно до максимум 10 вечера и посмотреть тоже выставку. Забыла сказать, у нас выставка, посвященная Олесе Беляцкому и Олегу Орлову и белорусскому протесту, и белорусским политзаключенным, а также и русским. Можете погулять, потом почитать и посмотреть, о чем говорится. Вот, и так что приступим. Сергей, я бы хотела, чтобы вы первым нам рассказали, что сейчас происходит во Франции. Вообще, почему все бурлит, кипит, и все недовольны, эти дебаты оживленные. Я вообще обожаю следить за французскими дебатами, это очень интересно. И почему вообще распустили парламент, почему к этому пришел Макрон, и что будет в воскресенье, может, даже какие-то сценарии того, что будет после воскресенья. Вот, пожалуйста, начинайте. Спасибо большое, Ольга. На самом деле, как это ни странно, я исследователь, который занимается исследованием популистских политиков, популистских режимов, и в частности у нас есть две опубликованных статьи про французские выборы в 2017 году, и про высказывания Марин Липен, и фактчекин этих высказываний, и про европейские выборы в 2019 году, про высказывания Марин Липен и Жордана Барделла на этих выборах, и их фактчекин. И вообще с моими соавторами много написали про то, как изменения в политических технологиях и в коммуникационных технологиях влияют на возможности популистских политиков получать больше голосов и приходить к власти. Поэтому я за пять минут не смогу вам рассказать все, что я знаю, но если у вас будут вопросы, я вам постараюсь рассказать, что именно происходит. Значит, Ольга совершенно правильно сказала, что Макрон за много лет первый президент, который избрался на второй срок, и это была его сознательная политика сделать так, что он стал альтернативой крайне левым и крайне правым. Это была его кампания в 2017 году, и, соответственно, в 2022 году его конкурентами были, соответственно, Липен и Меланшон, и в 2022 году оказалось, что это правильная стратегия, он выиграет выборы либо у Липен, либо у Меланшона во втором туре. И так это и произошло. Соответственно, вопрос, что произошло в 2024 году, что изменилось. В наше время, и я не зря упомянул коммуникационные технологии, рост мобильного широкополосного интернета и социальных СМИ, социальных медиа, социальных сетей, которые используются как главный канал информации, приводит к тому, что политики, которые находятся у власти, становятся жертвами критики. Эта критика распространяется очень быстро. Любая их ошибка анализируется под микроскопом. И это не просто совпадение, не просто история Макрона. По всем мире, как мы показываем в наших исследованиях, политики, которые находятся у власти, страдают от того, что их критикуют в социальных сетях. И это абсолютно нормально. Во Франции и Марин Лепен, и Жордан Барделла стали одними из самых выдающихся использователей социальных сетей. И это сыграло тоже свою роль. Любая ошибка Макрона, будь то неудачно проведенная реформа, будь то слишком неинклюзивный способ выбора политики и реформы, становится объектом критики. При этом напомню, что при всех ошибках Макрона, он, как и, скажем, Барак Обама, или Ангела Меркель, не были замечены в личных коррупционных скандалах, что уже не так мало в наше время. На самом-то деле, я не шучу. Потому что любой доллар, любая тысяча евро, которую вы потратили неправильно, сегодня становится предметом рассмотрения социальных сетей, а потом, соответственно, журналистских и судебных расследований. Тем не менее, что произошло в 2024 году? Прошли европейские выборы. Часть недовольства Макроном заключается в том, что действительно его стиль управления является, как он сказал, юпитерианским. Многие из вас приехали после 2017 года. И на самом деле, то, что меня шокировало, как человека приверженца демократии, я видел, как Макрон действительно говорил о том, что он будет юпитерианским президентом. Он будет над обществом, он будет полубогом или богом, и он будет говорить всем остальным, как управлять страной. Людям, которые помнят российскую конституцию до 2020 года, вы помните, что эта конституция была скопирована с французской конституцией. Французская конституция Пятой Республики это конституция Деголя, где был лидер, который хотел править, но не погружаться в слишком технические вопросы. И при всем том, конечно, во французском обществе нет уверенности в том, что Макрон такой же великий человек, как Деголь. Почему я говорю в этих терминах? Помимо всего прочего, я руководитель университета, и мы считаем, что очень важно, что университет не занимает политической позиции. Это по-прежнему дискуссия. Например, позавчера один из наших советов, Совет Института политических исследований, принял открытое письмо, Motion, Масьон, которое говорит о том, что мы против законов, которые запрещают равный доступ международных студентов и французских студентов к образованию и к рабочим местам в университетах. Например. Но мы, в отличие от 2022 года, не стали говорить, какую именно партию большинство людей в Сен-СПО поддерживает, что уже не так мало. И в своих ответах на ваши вопросы я не буду критиковать ни одной из партий. Но то, что я хочу сказать, это то, что большинство, например, моих коллег-экономистов считают, что хотя результаты экономической политики Макрона можно признать успешными, например, безработица сегодня находится на самом низком уровне в 21 веке, такого в 21 веке не было. Есть много других достижений, в том числе и в переходе к зеленой энергетике. способ управления государством Макрона является действительно юпитерианским. И для многих людей, которые поддерживают экономическую программу Макрона, это является неприемлемым. И я вам рекомендую прочитать открытое письмо сотни ведущих экономистов Франции в Ле Фигаро в пятницу перед первым туром выборов. Там это сказано достаточно откровенно. Почему Макрон принял решение провести эти выборы? Есть такая вполне нормальная корреляция, что, конечно, на европейских выборах люди голосуют против, потому что европейские выборы, мягко говоря, не имеют такого же большого значения, как национальные выборы. Европарламент при всей нашей приверженности европейским ценностям не принимает таких важных решений, как национальные парламенты. Поэтому Макрон считал, что проведя эти выборы, он сможет получить более убедительные результаты на национальных выборах, чем на европейских выборах. И так раньше и было. Но он, очевидно, не рассчитал вот этот самый эффект того, что многие люди были возмущены тем, что это решение было принято очень быстро, без консультаций, и оттолкнуло многих его сторонников, которые теперь готовы голосовать за новый народный фронт или за национальное объединение. Почему Макрон сделал эту ошибку? Он, как часто он принимает эти решения, как мы теперь знаем, консультировался примерно с 10 людьми. Его собственный премьер-министр Габриэль Аталь не знал, что это будет происходить. Ключевые министры, включая министра финансов и министра внутренних дел, это самые важные французские министры, не были в курсе. Вы можете увидеть такую фотографию, где он им об этом рассказывает, и один из министров делает вот так. Я не шучу. Другой министр не улыбается тоже. И это оттолкнуло многих его сторонников. Вторая история, это важная история. Макрон считает себя важным реформатором, он действительно провел некоторые важные реформы, другое дело, и мы это знаем, в том числе и по опыту российских 90-х годов, если вы проводите реформы без инклюзивной дискуссии, эти реформы могут обращены вспять, и вполне возможно, что это произойдет, например, с пенсионной реформы Макрона. И он считает себя важным реформатором, он хотел сократить бюджетные расходы этой осенью, это требуется по европейским правилам, и он думал, что осенью все равно вся его коалиция развалится, и нужно будет проводить новые выборы. И на этих выборах осенью он считал, что результаты будут хуже, чем летом. Я не знаю, ошибался ли он, или нет, и никто не знает, на самом деле, есть много спекуляций на эту тему, но это не очевидно. Почему? Потому что вот этот эффект объявления выборов за три недели до выборов, это на самом деле уже сам по себе очень негативный фактор. Если бы он сегодня объявил выборы, или сказал бы, по крайней мере, публично, что собирается объявить выборы осенью, это бы воспринималось гораздо лучше. В общем, у него есть два таких фактора, что он думал, что эти выборы неизбежны осенью в любом случае. Второй фактор, это то, что он думал, что национальные выборы лучше, чем европейские выборы, и он недооценил риски. Почему он недооценил риски? Потому что он разговаривал с этими самыми пятью или десятью советниками. И это, конечно, привело к этой самой истории. Он также недооценил способность левых объединиться. Это тоже очень важно. Левые, как вы понимаете, разделены по вопросу Украины, по вопросу Израиля, по вопросу зеленого перехода, по вопросу эмиграции в том числе. Но левые тоже были настолько возмущены поведением Макрона, что они смогли объединиться. И сегодня очевидно, что главная конкуренция в парламенте будет между правыми и левыми. И в этом смысле мне кажется, что второй тур будет играть важную роль. Вы спросили меня, Ольга, почему это важно для всех тех, кто здесь собрался, потому что если ИРН придет к власти, то главное, что они смогут изменить, это не экономическая политика. Это политика по отношению к эмиграции. И те люди, у которых нет французского паспорта, а также те люди, у которых два паспорта, включая французский, вдруг узнают, что некоторые позиции для них могут быть закрыты. Некоторые стипендии для них могут быть закрыты. Об этом пока ИРН говорит очень расплывчато, пока не понятно, что ИРН собирается делать власть. У них, они тоже удивлены тем, что произошло, хотя они этого требовали. У них нет кандидатур для каждого министерства, но тем не менее они говорят, если у нас будет абсолютное большинство, мы сформируем правительство. Вы спросили меня про сценарий, сценарий на самом деле два. Один сценарий, у ИРН и у их союзников среди республиканцев будет абсолютное большинство, тогда они сформируют свое правительство. Второй сценарий у них будет относительное большинство, то есть меньше, чем 289 мест. Этот сценарий на сегодняшний день является более вероятным, тогда непонятно, что будет. Самый вероятный сценарий в этом случае это техническое правительство. Макрон назначит правительство, которое не сможет проводить ни одной реформы и будет просто управлять страной, проводить Олимпийские игры, принимать бюджет без больших изменений, назначать директора Сенспо, что на самом деле нетривиальная вещь. Я готов ответить тоже на эти вопросы, потому что директор Сенспо должен быть назначен двумя людьми, президентом республики и министром высшего образования. Это могут быть разные люди с разными взглядами на жизнь, если премьер-министром будет Жордан Барделла. Поэтому это может привести к тому, что все будет очень слишком интересно. Мы с Денисом смотрели на то, что происходит в Сенспо однажды физически, а Денис с тех пор думает, что все не так просто. Вот я остановлюсь здесь, чтобы не занимать слишком много времени. Спасибо большое. Я буду готов ответить на вопрос. Спасибо за такое широкое вступление. Вы озвучили первую проблему, которая касается напрямую нас. Это то, что может измениться политика по отношению к мигрантам. Но также, насколько мы знаем, РН имеет очень тесные связи с путинским режимом и финансировался им, и может даже продолжать финансироваться. Мы не все знаем наверняка. А также они, собственно, являются сами агентами влияния. И, конечно же, из того, что мы можем понимать, это может сказаться на поддержке путинскому режиму и на отношении к Украине и поддержке Украины. Сесиль, я тут к вам повернусь. Вы как эксперт по России и особенно по вопросам вмешательств, так как вы изучали сети Кремля во Франции. Что вы можете нам сказать по этому вопросу и тоже прокомментировать исследование, которое вышло буквально несколько дней назад, как раз о том, как действуют сети в Твиттере, которые поддерживают именно дискурс и месседж, который угоден Кремлю. Спасибо. Я хотела бы только как-то уточнить, может быть, одну или две вещи. Когда, и потом я к этому как-то отвечу, когда вы сказали, что он как-то хотел соединить правых и левых. Но посмотрите сейчас, для французского человека, который жил во Франции всю жизнь, уже нет никаких демократических твистов. Если были левые в зале, они кричат, что мы как-то демократичны. демократические левые партии, они были или менее как-то исчезли. Скажем так, социалистическая партия сейчас это сколько? Это несколько процентов. То же самое для правых. Были абсолютно как-то демократические республиканские правы, они исчезли. То есть некоторые прошли к бодели типа чути, но не все. То есть у нас есть очень как-то странное и в этом Макрон носит очень большую ответственность. Потому что у нас есть очень странная ситуация, где есть ультраправые очень сильные ультралевые типа ЛФИ. Понимаете, там, например, сейчас очень много говорят Марин Тоннелье, которая как-то достаточно разумно говорит но они почти не слышали во время кампании, во время нет, она только вчера появилась, в том числе потому что все остальные не хотели общаться с ней. Но то, что я имею ввиду, это что РФИ и Меланшо, которые все-таки не представляют всех правых, они кричат и действуют больше всех. И они кричат в том числе в Национальной Ассамблее, вот я не знаю смотрели ли вы эти как-то передачи на французском что происходит в Ассамблее, и они просто устраивают такой бардак, которого до них абсолютно не было. Да, в 30-х годах то есть до войны. Да, в 30-х годах то есть да. И действительно это, понимаете, это пугает. Это пугает, потому что с одной стороны те, которые, видимо, как-то не уважают демократию, и там ультраправые, которые не уважают иностранцев и в принципе французской республики, а все остальные они более или менее исчезли, то есть вот за кого голосовать сейчас. И это большая проблема для французов, почему мы все как-то, потому что мы даже как-то не знаем за кого голосовать, в том числе воскресенье. То есть это не только вот кризис, это действительно значит изменилась политическая жизнь во Франции. Плюс вы говорили, что нормально критиковать руководителя и что соседи как-то помогают. Да, это нормально критиковать кого угодно, но это зависит от того, как вы это делаете. Здесь я дохожу до социальных сетей, в смысле, что я видела своими глазами, как уже при Оландо, то есть предыдущий президент, на социальных сетях стали не только критиковать скажем так его действия, а стали критиковать его лично, как он выглядит, как он одевается, в том числе уже тогда я заметила влияние Кремля, я вам скажу как это было. И понимаете, вот например, я была воспитана так, что ты уважаешь должность, президент тебе нравится или не нравится, но ой, выбрани народом президент, то есть ты можешь как-то не соглашаться, ты можешь говорить о том, что ты не согласна, но ты должна уважать выбор твоих как-то за граждан и не скажем так перейти на личность. Сейчас то, что абсолютно как-то неприятно, это что есть политическая критика, отлично, значит я тоже как-то политически критикую Макрона, но есть очень много личных нападок. Все и например, огромное количество, и понимаете, например, и просто как-то может быть раньше были иногда такие как-то слухи, но они не доходили до скажем так людей, как меня, до интеллектуалов в кавычках, например, о том, что его жена мужчина и это его отец или что-то такое, то есть это постоянно на соцсетях, вы можете как-то замечать, что это было то же самое в Америке по поводу Обами, о том, что его жена это тоже мужчина, и там просто фотографии как-то Мишель Обама, я надеюсь, что она будет следующим президентом, значит есть маленький шанс, но посмотрим, то есть понимаете, это дошло до вот самого-самого низкого уровня, то есть ты даже как-то не говоришь о политике, ты говоришь просто о сплетнях жутких, которые здесь только чтобы скажем так нормальным людям было плохо от политики, и всем как-то у всех появилось вот это ощущение, что все как-то проданы, все как-то сумасшедшие, и все эти слухи о том, и это тоже касается Украины, кстати, о том, что на мировом уровне есть какая-то сеть педофилов, которая занимается вот детьми, и что в Украине именно значит они как-то организуют все это, то есть абсолютно страшный кошмар, то есть понимаете, мы не в нормальных условиях, что вы можете делать, вы как во-первых, знаете, вот как-то мальчат, не распространять все эти слухи, я понимаю, что это смешно, что это забавно, значит, нет такого в России и так далее, знаете, в принципе, это как-то дисциплина как-то относится ко всем, значит, не распространять эти слухи, не, скажем так, просто как-то закрывать двери этими слухами, это как-то первое, я сказала, что уже тогда, то есть примерно в 16-м году, примерно во время Крыма, я заметила влияние Кремля, первый пункт, влияние Кремля было у нас до этого, когда у вас была замечательная коммунистическая власть, они тоже влияли на все западные страны, то, что было замечательно, что еще как-то в Советском Союзе в 90-м году, в 91-м году был очень короткий период, очень-очень короткий, несколько месяцев, где все это было опубликовано в газетах, и я это видела тогда, а потом, когда писала про Махалковых, я как-то стала как-то проверить, насколько вот мои воспоминания были как-то правы, и действительно это так, что было тогда написано, было написано, что как это было, политбюро компартии тогда, тебе смешно, потому что ты родился уже как-то за сто лет после этого, я помню, посела, подождите, подождите, не будешь смеяться дальше, посела, простите, миллионы, миллион, а вот, уже как-то не смешно, миллионы рублей всем коммунистическим партиям в мире, я видела эти документы, если я не ошибаюсь, они были опубликованы в огоньке, я видела просто как-то банковские документы, где написано, например, вот наш, вот, а это как-то, товарищ Жорж Марши, да, товарищ Жорж Марши, то есть вот твои как-то дедушки и бабушки, они платили налоги, они работали, как-то, и все эти миллионы, но не все, но вот часть этих миллионов, они как-то были посланы, в том числе, вот Жорж Марши, Жорж Марши, который во Франции, то есть он был во главе, он был очень как-то, он очень смешно говорил, но он был во главе французской коммунистической партии и тогда что они нам говорили они нам говорили нет 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 мы не принимаем никаких денег от москвы и нет это как-то невозможно зато у нас вот наш пучет из-за того что мы продаем как это мюгей мюгей он у цветы 1 мая а ты как-то смотришь думаешь но я понимаю что они на улицах и продают вот эти цветы 1 мая но это действительно миллионы вот чтобы как-то ну вот и когда все как-то разрушилась мы видели мы видели вот что они получали деньги мы видели документы о том как работали и агенты коминтерна в 30 и в сороковые годы и разные скажем так ну например церковь вот это было 6 месяцев пономарев может об этом как-то рассказывать потому что он платит за это как-то достаточно дорого то есть они вот пономарев он был один из двух которые имели доступ к каршивам кгб так как лев пономарев да лев конечно лев с как его священником и кунин и они опубликовали документы о том что вот и этот священник этот работает не просто как информатором а работает агентом кгб вот как кирилл сейчас а то есть понимаете все эти вещи мы видели буковский сидел в архивах все как-то сфотографировал потом значит были опубликованы например ахиве метрохина о том как это все работает то есть понимаете информация о том как работала эта советская система а у нас все таки есть мы это пользуем или нет но у нас есть и вот я видела болели мне те же самые как-то вещи а я их я их заметила во франции во всяком случае как минимум с четырнадцатого года когда например вот вы помните что был забывайте об этом раша тудей до раша тудей во франции была вот одна попытка канала который был сделан французами это было на интернете это было как-то просто попытка без денег и так далее и это было сделано это было очень смешно на самом деле нормандскими националистами которые получали нет как они получали достаточно большие деньги это было официально но понимаете они говорили а у нас есть агентство коммуникации мы получили не помню сколько у меня документы все все эти документы у меня есть тогда я писала в лунонами говори да это просто как-то бред какой-то ну да и потом два года назад они они у меня как-то спросили вот эти документы и и опубликовали то же самое даже как-то может быть год год через год после этого то есть а и что было на этом канале и именно дискредитации например президента дискредит не критика не политические скажем так разногласия именно именно да да потом значит это шло скажем так дальше и дальше и мы узнали что национальное объединение то есть тогда национальный фронт получил денег от какого-то чесского русского банка вот сергей вот ваши как-то мнение когда когда распался советский союз там было сколько два банка до три банка до того да скажем так восемьдесят девятом году было два или три официальных банка до вопрос как вы строите банковскую систему в стране где ее нету и мы помним да вы все как-то молоде еще да мы помним как на каждом все как-то как кто как-то за каким-то возрастом мы помним что это было что каждый день на на углу улицы появляется новый банк а ты как-то смотришь на это думаешь откуда у них денег и потом из-за того что были опубликованы очень хорошие книжки в том числе например недавно вот книжка Катрин Бельтон на которую напали вот все как-то олигархи Абрамович и так далее и так далее ну и другие книжки мы узнали о том что кто организовал может быть по абсолютно уважительным причинам то есть нужно было чтобы как-то экономика работала кто организовал эту сеть банков это КГБ то есть когда вы смотрите во всех организациях банковских организациях кто там работали а кто там работал а офицеры нет понимаете такие маленькие офицеры КГБ один пример например Филипп Бабков который был во главе пятого отделения конечно работал в банке мост ну ладно во главе главной службы важной службы да но все таки то есть когда я смотрела а что это вот этот русский чешский банк на самом деле там работали конечно агенты КГБ сейчас вопрос а можешь ли ты брать денег у банка не понимая значит откуда этот банк почему он в Чехии и остается независимым то есть из-за этого и особенно так как не было вот только вот один раз а были несколько раз были несколько людей в том числе этот шафаузах о котором никто не говорит он скорее всего как-то главным человеком в этом деле то есть плюс после этого я пытаюсь как-то это сокращать плюс были как-то достаточно много книг и статьи написаны о том написано о том что происходит во Франции то что происходит в Европе и ты понимаешь что то же самое происходит везде в Европе крем покупает политических лиц ему все равно какое направление политическое направление не защищает ему абсолютно все равно он их подкупает а он мы видели я сказала например Russia Today он организует свои СМИ он организует свои сети вот когда вы просто это видите как есть вот сплетно мадам Макрон это мужчина ладно а ты как-то это видишь потом везде и ты понимаешь кто это организует это не только вот один сумасшедший ты как-то решил что то есть и мы все более или менее становится каким-то образом жертвами этого ты говорила например или вы говорили о том что этот израильский арабский вопрос стал очень важным и это это доказано на самом деле в последние исследования которые мне послала понимаете да понимаете это очень просто во Франции как вы заметили есть много людей арабского происхождения потому что мы как Россия были свое время империей не забывайте то есть но если хотите по-другому колониалисты а и потом ты отвечая за это то есть те люди которые мы говорили вы французы и они действительно как-то к нам пришли работать и сказали вы нам сказали мы французы значит мы здесь и правильное они как-то делают свое и там тоже как-то много евреев ну не так много мне кажется что есть один процент но 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 во всяком случае но они 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 сколько но во всяком случае они существуют да и слава богу но но понимаете о том что вот это страшная война эти страшные погромы и все страшно в этой войне чтобы они играли чтобы они играли такую роль во Франции вот я помню 25 лет назад уже была вот какая-то война там мы как преподаватели я тогда была в школе получили как-то письмо от министерства который нам сказал идет война вокруг Израиля вы все делаете чтобы это не влияло на ваших студентов на ваших склонников на то что происходит во Франции сейчас это огромный бардак почему потому что здесь видно евреи считают что Элефи Меланшо которые не осудили 7 октября что они антисемиты и им становится страшно многим не говорят что они хотят уехать из Франции и они готовы голосовать за национальное объединение потому что они считают что национальное объединение которое было создано ладно много лет назад но все таки людьми коллаборист 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 да спасибо что что эта партия защищает сейчас евреев и на самом деле это так если верить словам те которые возмущены и там тоже есть чем возмущаться тем что происходит в Газии тем что действительно бомбят детей действительно погибает очень много как-то невинных людей то есть есть чем возмущаться они очень быстро говорят что толка как-то Элефи защищает этих людей то есть вот эта проблема которая раньше была международной проблемой абсолютно нам не нужна потому что мы все таки не будем ничего не решать она стала внутренней проблемой из-за социальных сетей то есть вот когда мы как-то думали что социальные сети они как-то приносят как-то знания и так далее и так далее культуру нет они просто добиваются того что то люди спорят и оскорбляют друг друга и угрожают сейчас друг другу то есть то что мы видим сейчас во Франции и что я никогда не видела до этого до такой степени это то что вот например только до того как я сюда пришла есть на социальных сетях есть какой-то список адвокатов которых мы будем расстреливать когда у нас будет власть тоже как-то проходили вот понимаете это какие-то списки журналистов которых нужно как-то избавиться вот есть физические нападки и поймаете это это конечно как-то связано с реальностью французского общества структурой с историей французского общества но ваш крем то есть ваш ну это не мой ваш крем да но вот эти вот значит они дуют на огонь один маленький пример вы помните когда были все эти как-то звезды на стенах во Франции кто это там какие-то булгари молдаване и так далее потом были вот эти как-то кровавые пятна на стены тех которые спасли евреев понимаете если вы там были вы можете как-то смотреть там камеры на каждом углу камеры 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 то есть те которые заказывали это дело они хотели чтобы мы знали что это есть и действительно как-то полиция просто как-то смотрел эти фильмы говорили поймала этих людей тоже молдаван и булгарские ну булгария это было в советском во время советского союза сейчас как-то молдавы скорее всего но поймала этих людей которые получили вот типа 100 евро за это они все были на фильмах и мы как-то говорим то есть они в кремле хотели чтобы мы все знали чтобы вы как иммигранты знали что крем действует и во франции это факт и не только тем что платить денег действовал раньше и действует сейчас вы знаете что крем убивает людей я не хочу вас пугать но это факт убивает людей убивает чеченцев убивает эмигрантов в европе сейчас когда он как-то платит людям чтобы они рисовали вот эти как-то звезды или эти пятны это чтобы ну мы можем они это сделали в советском во время советского союза тоже то есть доказательство есть у буковского они хотят с одной стороны чтобы мы знали что они действуют и с другой стороны потому что будут вот какие-то простые люди которые скажут но посмотрите как значит вот эти сволочи арабы как-то рисуют вот эти вещи вот на наших стенах и так далее и так далее то есть они пытаются развивать конфликты я скажу только одну последную вещь потом я замолчу вы знаете я вас все расскажу но но понимаете как-то меня правильно ну да то что крем тоже как-то делает и на самом деле делал во всех поколениях и во всех волнах эмигрантов это посылать своих людей среди эмигрантов я могу вам сказать кто был и вы это знаете кто был агентом кремля в первой войне ну типа вот эфрон да ну неплохой человек и так далее но вот ностальгия ну во всяком случае стал агентом во второй войной во войне вот они как-то скорее всего уехали но тоже были свои агенты в третьей войне там тоже свои вот поменьше потому что их было меньше среди евреев которые имели право как-то эмигрировать я могу даже как-то называть фамилии а и вашей войне тоже есть такие люди а возможно 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 в этой комнате да возможно в этой комнате вот кто знает мы будем знать иметь ввиду но но нет 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 до этого до этого до этого нет то что я имею ввиду что понимаете сегодня сказал о том что вот будут вот эти как-то если национальное объединение придет к власти будут эти эти законы про иммигрантов и так далее и так далее не очень как-то беспокоитесь потому что вы все-таки как-то белые то есть белые это 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 будет касаться намного позже чем наших арабов которые как минимум чистят улицы чистят поезда и является нам очень как-то нужны но 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 если вы хотите чтобы сохранить вашу репутацию если вы хотите чтобы смотрели на россиян не как потенциальные опасности имейте ввиду что такие люди есть среди вас я не говорю вот нужно как-то доносить на них я просто говорю будете осторожны не спешите как-то войти в политическую жизнь не спешите говорить все угодно есть провокаторы есть агенты есть преступники будете осторожны тоже чтобы скажем так пытаться немножко улучить репутацию вашей страны россии репутация которая сейчас является на самом низком уровне это все 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 уже напугались да причем все в основном кто здесь это люди которые уехали как раз от страха ты их сейчас вновь пугаешь спасибо большое за это выступление очень подробно интересное вот теперь я повернусь к новому поколению и в новой волне тех кто приехал совсем недавно и чтобы тоже узнать вашу точку зрения на то что происходит во франции вот если ты говоришь что нас особо не коснется если вдруг эрена придет к власти потому что мы мы белые но я хочу заметить что 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 и чтобы бордела каждый раз когда говорит о тех кто имеет двойное гражданство он именно приводит к примеру русских но скорее всего чтобы 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 наоборот отвлечь внимание от влияния которое имеет кремль на них вот но что я хочу спросить у вас с собой Денис и Саша это какой ваш во-первых в целом взгляд на то что происходит и вот особенно вот эти коалиции да коалиция левых движений и что в итоге на ваш взгляд представляет наибольшую для нас угрозу да вот вы упоминали про антисемистские позиции ЛФИ и про поддержку Украины кстати вскользко как-то сказали но наверное надо все таки напомнить что Меланшон очень долго говорил что Путин не представляет угрозу и в Сирии и везде вот и совсем недавно еще когда приезжал Зеленский ЛФИ покинули национальную ассамблею вот и сказав это и в то же время РН которые прикрываются что они теперь не имеют никакую связь с Россией с Путиным все равно мы знаем что среди их кандидатов есть те которые ездили на псевдовыборы в качестве наблюдателей и так далее и так далее то есть как бы вопрос очень широкий с первой хочет начать я знаю что у нас просто давно с Денисом есть как бы мы не очень согласны по многим вопросам поэтому мне кажется я смогу сказать сейчас провокационную часть за молодое поколение а потом Денис сможет а потом Денис сможет сможет мне ответить но я хотел бы начать с того что мне кажется огромное количество россиян которые оказались во Франции они не видят в этих выборах ничего особенного ну распустили парламент демократическая процедура решили обратиться к народу узнать что он думает но на самом деле эти выборы они абсолютно исторические конечно в истории Франции уже были распуски парламента это Деголя спустил парламент в 68-м году Ширак в 97-м это привело к разным последствиям у Деголя просто получилось вновь избрать свое собственно большинство у Ширака не получилось и большинство было у социалистов но эти выборы они абсолютно особенные во всем этом списке потому что во-первых распуск был объявлен после выборов которые не являются национальными это европейские выборы и год макронисты объясняли всем вокруг что выборы в европейский парламент никак не повлияют на национальную политику это отдельная история у нас есть своя политика французская национальная не беспокойтесь и тут бам в 8 вечера 9 июня объявляют результаты выборов в европейский парламент президентское большинство больше не президентское большинство и они пришли к ужасному результату и через час макрон как мы уже сказали не посоветовавшись буквально ни с кем кроме своих советников которые зачастую связаны с правыми бизнесменами он объявляет вдруг распуск национальной ассамблеи как будто бы сразу же отвечая на запрос этого самого Жордана Борделла который тот же самый год кричал о том что ее срочно нужно распустить почему макрон это сделал с моей точки зрения потому что в 2017 году он пришел к власти как человек который принесет во Францию политический мир франция которая раздирается годами между левыми и правыми крайне левыми и крайне правыми и вот наконец-то появился молодой симпатичный французский политик который ни левый ни правый он настоящий республиканец он будет работать только в интересах французов на этой волне он выигрывал выборы 2017 года дальше в 2022 году было уже немножко сложнее но он воссоздал как бы свою любимую дуэль дуэль с Марин Ле Пен и спросил у французов ну что вы хотите как бы крайне правых вот маршал Питан вам что-нибудь говорит хотите их или лучше республиканцев нас и его переизбрали благодаря голосам левых избирателей в этом году он увидел что прийти ну в том числе и в этом году он понимая что он страшно непопулярен я напоминаю что Габриэль Аталь премьер-министр Франции который был назначен в январе этого года он популярнее иммунили Макрона это часто так случается но тем не менее популярность Макрона правда у Плинтуса и он решил выяснить как бы я согласен я сейчас скажу еще про Меланшона потому что вы допускаете ту же как мне кажется как бы медийную ошибку говорить по словам про Меланшона хотя он больше вообще не центр политической жизни сейчас но мы к нему к этому придем и он решил воссоздать вновь вот эту дуэль он решил что я сейчас распущу парламент есть левые которые грызутся уже годами между собой потому что есть зеленые это отдельная история есть коммунисты которые уже никому не нужны есть социалисты которые думают о своем прошедшем золотом веке и есть Меланшон который их всех еще поливает дерьмом сверху и он думал что но эти люди не смогут точно объединиться правые скорее всего поддержат президентское большинство ну либо какая-то их часть наверное поддержит Липен но это не так страшно и в результате мы придем к ситуации которая уже была прожита два раза в семнадцатом году и в двадцать втором будет снова простой выбор либо четкие республиканцы проевропейские проукраинские с четкой либеральной экономической политикой либо абсолютно непонятные популисты которые главная как мне кажется проблема из того что всего что мы успели сказать это то что на самом деле непонятно что они думают потому что сегодня Марина Липен она за аборт вернее против аборта сегодня она уже говорит что она в принципе не против вчера они были против Мария Шпуртуз то есть однополых браков сегодня они вроде бы тоже не против ну и так далее и вот можно просто посмотреть как их позиции меняются от того куда идет французское общество но эта ситуация она не получилась во-первых потому что левые правда разозлились потому что это было такое настоящее предательство и ошибка политическая в том смысле что Франция ни разу еще не знала кампанию парламентскую на выборах в парламент ни разу Франция не знала кампанию за три недели такое не бывает чтобы делать как бы заключать какие-то союзы коалиции находить политические соглашения на это требуется месяца в нормальных демократиях сейчас людям дали 4 дня Конституция нет Конституция много чего может позволить Конституция я не говорю я не я не говорю нет но Ширак объявил о том что он распустит парламент до того как он его распустил я не говорю про то что Макрон поступает как-то против Конституции ни в коем случае я просто говорю что политически это было с одной стороны предательством части политического сообщества а с другой стороны просто очень необдуманным шагом вот и конечно да и не нужно забывать что есть олимпийские игры чемпионат Европы значит и непонятно зачем это было дело потому что как и война в Украине и как сказал Сергей Миралович правильно что в сентябре все равно скорее всего был бы в этом недоверие правительство был бы роспуск этой самой ассамблеи потому что никто бы не договорился по поводу бюджета на следующий год в общем непонятно зачем это было делать и что мы получили Макрон добился одной простой вещи он воссоздал ситуацию выбора 2022 года когда есть три больших блока которые можно очень легко обозвать первый это естественно крайне левые самые страшные среди всех есть крайне правые ну они очень страшные но левые все таки страшнее и есть и есть и есть центральный блок вот мы которые как бы мы 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 всех помирим и в чем проблема такой ситуации во-первых это то что мы сейчас наблюдаем за разрушением центристских партий во Франции была партия республиканцы которые считают себя галлистами которые продолжают галлистскую традицию в которой самая главная вещь это борьба с крайне правым популизмом а сейчас мы наблюдаем за тем как президент этой самой партии примкнул публично к модели пен и увел с собой некоторое количество кадров этой самой партии и с другой стороны эффективно нужно сказать что есть социалистическая партия Франции которая всегда была левой но была левоцентристской и именно поэтому были большие разногласия с меланшоном который был сильно более левым и сейчас социалистов очень сильно все собственно обвиняют в том что они предали центристские позиции связавшись с антисемитами большевиками и так далее я заканчивая свою речь хочу сказать что мне непонятно почему мы пришли во Франции сегодня в ситуации в которой партия которая была главой которой был человек который говорил что газовой камеры для евреев это в принципе не очень важная часть истории второй веры войны можно пройти как бы мимо человек который страшно гнобил мигрантов я говорю про отца Марин Липен да он умирает и мы сейчас кстати узнаем мы узнаем настоящее лицо партии Марин Липен в момент когда папа умрет потому что мы увидим что все эти люди пойдут почетно стройно возносить цветы на его могилу и никто с его антисемитским я говорю исторически исторически крайне правые партии во Франции это антисемитские партии это антимигрантские партии это гомофобные партии это сексистские партии и мы приходим к ситуации в которой они сегодня стали как бы такими модифицированными популистами умеют пользоваться тиктоком и поэтому они теперь даже в принципе не крайне правы и жиринов папа папа был таким французским жириновским настоящим провокационным да 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 они были такими другими да вот но я прихожу в этой ситуации к леву некоторый миланшон про которого все время мы говорим это человек который набрал 22 процента на президентских выборов 22 года и да в момент когда были выборы в 22 году и собственно движения на эти выборы он получил 14 процентов то есть на 7 процентов больше чем непокоренная франция я считаю я верю в то что во франции сейчас происходит происходит уравновешивание политических сил на левом фланге и социалистическая партия которая была мертва после мандата франсуа ланда который пришел как левый а закончил как либерал она как бы начинает возрождаться это социалистическая партия и в той коалиции которую мы наблюдаем сегодня которую обвиняют во всех смертных грехах но который единственно на самом деле может сделать настоящий блокаж и бараж национальному объединению в ней нету ни миланшона который да медиатизирован да которого все служат да который не перестает что-то кричать и рассказывать но он никогда не станет во-первых у этих людей никогда не будет ни большинства ни чего-то близкого к большинству в национальной ассамблее то есть никогда сейчас мы не можем говорить про то что будет левый премьер-министр его не может быть и тем более им не может быть миланшон который среди левых французов у него рейтинг 7 процентов его никто не хочет видеть премьер-министром как никто и не хочет видеть непокоренную францию в центре этого собственно союза потому что как мы наблюдаем было трое дебатов двое настоящих дебатов и что-то похожее грантураль потому что бордело отказался дебатировать женщиной но на этих дебатах не было миланшона на этих дебатах был да близкий ему человек из непокоронной франции был первая секретарь социалистической партии франции и Марин Тондулье которая представляет зеленых экологическую партию так что я хочу просто чтобы было понятно что я имею в виду что несомненно непокоренная франция это очень сомнительная партия которая продвигает очень сомнительные идеи и в частности касательно конфликта в Палестине и в Израиле сейчас сейчас важно именно это потому что они потеряли 400 тысяч евреев которые пойдут сейчас голосовать за людей которые исторически антисемиты но ну просто сегодня они как бы не антисемиты а вот левые антисемиты я к чему к тому что да в непокоренной Франции есть персоналии конкретные персонажи которые не осудились 7 октября которые иногда даже ну как бы очень-очень двойственные заявления говорили на этот счет которые могут быть рассмотрены как антисемиты но нельзя говорить что левые как коалиция это антисемитская коалиция нельзя говорить что за них поэтому нельзя голосовать нет за них нужно голосовать на этих выборах простите что я будучи активистом позволю себе все-таки занять некоторую позицию я не презентую ни на какие университетские должности вот это единственная сейчас политическая сила которая не предаст французов которые будут голосовать против крайне правых и это единственная сила которая выбрала путь социальной политики социальной политики и обещает ассамблею которая будет слушать народ потому что как мы выяснили весь мандат Макрона строился на том что он юпитер и мандат Макрона считается но на деле это так и есть и вот эти семь лет Макрона это самый катастрофический период для всех социальных для любой социальной борьбы во Франции он не слушает никого и никогда поэтому для экономики это было неплохо как это было сказано несомненно для экономики это было неплохо я был бы очень рад сейчас ремарку небольшую в конце вот сашиному спичу я был бы очень рад чтобы этот союз был не искусственным созданным к выборам а действительно действенным потому что конечно же на мой взгляд и то что я читаю в прессе но я читаю Лю Монте и Фигаро я не читаю Либерасион прошу прощения за это больше больше читаю Либерасион больше Лю Монте или Фигаро и то что я считаю что Миланшон все равно навязывает свою политику и по рейтингам он конечно соберет больше места в этой коалиции чем все остальные партии а Лефайн Глюксман куда-то исчез и исчез мы знаем куда он исчез в Брюссель а на этих выборах он фактически к сожалению не участвует и что самое главное я хочу сказать но я пока вижу в их экономической программе абсолютную катастрофу для французской республики это конфискационный налог на богатство 90% предлагающий конфискационный налог настоящий дальше давай я сейчас быстро выскажу и во вторых я вижу я хотел сказать то что была встреча МЕДЕФ это местный союз промышленных и фудпринимателей объединяющий бизнесменов глав крупных компаний которые ведут экономику Франции которые заслушали экономические программы всех и программа нового народного фронта была оценена как самая губительная и катастрофичная для Французской республики что это сделал не я это не сделал ни газета ли фигарой это сделали представители французского бизнеса МЕДЕФ и так далее это было публичное слушание где присутствовал бордела где присутствовали представители нового народного фронта где присутствовал нынешний министр экономики брюно лемэр чью программу одобрили большинство но я хотел начать не с этого а с будущего вот все мы говорим сейчас о сценариях и так далее, если придет к власти Люпен, как говорят, действительно есть такая опасность. Но я уже столкнулся буквально сегодня с этой опасностью. Вы говорили про Жириновского сейчас, мы вспомнили. Так вот, Жириновский пришел ко мне. Он как будто бы вернулся, ожил и воскрес, и пришел ко мне в виде одного из уже избранных депутатов партии национального объединения Рассамблема национального. Дело в том, что я собираюсь делать сюжет. Сейчас тут расскажу. Собираюсь делать сюжет про то, как Вилер-Котре, город, которым родился Дюма, которым Франсуа I, гороль Франции, принял декрет о... Франсуа, я... Франсуа I. Франциск, который принял тот самый декрет о французском языке в 1538 году, где сейчас открылся Сите, посвященный музею, такой центр французского языка, то есть культурный центр Франции, где сейчас в этом городе Вилер-Котре голосует большинство за партию национальной особи. Я собираюсь туда поехать, и я хотел, естественно, поговорить с депутатом, который уже в первом туре победил там. Я ему написал очень вежливое сообщение о том, что можно ли туда-сюда. Он сказал... Он мне позвонил и начал на меня орать. Он сказал, я на вас подам в суд, меня все журналисты достали, вы убиваете демократию, да что вы... Если вы записываете мой разговор, то я точно подам на вас в суд, он сказал. Все журналисты-идиоты, твари, вот буквально вот в таких словах, и он орал на меня. Мы с ним не знакомы. Я написал ему... Николя Драгон. Николя Драгон. Драгон у него фамилия. Я не знаю, что ты член нежелательной организации. Да, нет. Ну вот, в общем, он начал Николя Драгон из Вилер Котре. И он на меня буквально орал. Он же избранный депутат. Я не знаю, почему он такой был злой. Его уже избрали. Что происходит? Я так понимаю. Окей. Ну дальше мы видим девушку в кепке нацистской. Ну тут уже много привели примеров. Потом мы видим человека, который считает, что Жан-Мэри Лепен вообще не был антисемитом. Это, к сожалению, действительно будущее, которое пугает. И мы видим в самой ужасной двойственной позиции партии РН, которая брала специально для выборов политологически все самые свои радикальные пункты, в том числе про связи с Кремлем. В этой двойственной позиции мы увидим эту хитрость. Они хотят просто войти, а дальше уже будь что будет. И это, конечно же, касается в первую очередь, не в первую очередь, там французские, мы уже из Сесилии, Сергей правильно сказали, но вот если мы берем международную политику, то в данном случае, конечно же, войны, которая идет из Европы, у ворот как раз Европы, в Украине, они сейчас уже говорят о том, что он сначала говорит, Борделла, о том, что мы будем поддерживать Украину и дальше исполнять обязательства, принятые предыдущим правительством, но, а дальше начинается но, никаких дальнобойных оружий, никакой коалиции по военным инструкторам, о чем как раз, что как раз добивался Эммануэль Макрон, так всеми нелюбимой, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это будущее, оно уже разворачивается на наших глазах, и я действительно, поговорив с представителем, понял, выражал уже, мне, хотя мы с ним не виделись ни разу, это прекрасно, я как в России, ну, подать в суд, хотя просто за то, что я по Крему обратился, вот, но тем не менее, кстати, справедливости ради, мэр этого города ответил на мое сообщение, он тоже представитель естественно-национального объединения, и мы с ним завтра как раз об этом поговорим, возможно, и о депутате тоже. Дальше я хотел сказать, что действительно есть риск, о чем говорил, возможно, кстати, тоже опрометчиво, потому что я согласен со спикерами, и со всеми критиками Макрона, только в одном, что проблема в коммуникации, она отсутствовала, и отсутствовала всегда при принятии всех важнейших реформ для страны, но сейчас я, это, но они важнейшие, тем не менее, реформы, и за это Франция еще, может быть, простите, Сесиль, но я так думаю, своим взглядом, со стороны, что называется, пока еще, Франция еще оценит этого президента, но, возможно, в будущем, и то, что он хотел сделать для страны, и то, что он хотел изменить, через 30 лет, но я сейчас пытаюсь сформулировать, почему это в конце, а вначале я хотел сказать то, что он заявил в подкасте, в одном накануне первого тура, о том, что есть риск гражданской войны, это, конечно же, тоже решение, слова, которые не должны были, наверное, звучать из президента, в этом есть ошибка коммуникационная, которую, еще раз говорю, я признаю, но, тем не менее, что я хочу сказать важное, что этот риск гражданской войны, мы видим сейчас тоже, действительно, который появляется, в первую очередь, в ненависти, в ненависти со стороны ультралевых или просто левых к правым и ультраправым, или со стороны ультраправых к ультралевым, это, вот мы видим, вот этот вот, может быть, тут мелко, но вот обложка журнала The Economist, где французский флаг, где центр белый, белый цвет исчезает в облаках, как бы действительно центр исчезает, и действительно, к чему, к сожалению, мы пришли через спустя 7 лет, после преодоления дихотомии между левых и правых, мы пришли к дихотомии ультралевых и ультраправых, что гораздо серьезнее, и действительно, грозит потрясение. Вот накануне, или несколько дней назад, вышел клип 20 ультралевых рэперов, в которых прямую призывается Jordan Temor, то есть, это, ну, фактически призыв к насилию, как минимум, и это 20 рэперов, объединившись, решили сказать свое нет, рассобляя национально, но говорят это тем же методами, против которых они выступают, против агрессии, против насилия, против дискриминации и так далее. Они фактически не политически дискутируют со своим врагом, а на словах эмоций, на словах разжигания ненависти, то, что, например, мы видели уже в фильме 20-летней недавности, который так и назывался, «Ля энн ненависть», Матьё Касовица, который говорил о том, что во Франции уже назревает. Сейчас это может, к сожалению, из-за того, что произошло, из-за того, что произошло вот так, как мы описали, неожиданно, оно случилось, и действительно это риск, что не только пойдут, извините меня, громить улицы, но и будет абсолютный хаос в международных отношениях. Европа тоже, кстати, смотрит сейчас, но вот все обложки, которые здесь в «Курьерн-интернациональ» газете посвящены Франции, в мировой прессе. Конечно, Европа смотрит как, а? Да, нет, просто все смотрят, нет, все ждут, что же будет, потому что, и в частности, благодаря усилиям Эммануэля Макрона, Франция, и после Брекзита, Франция приняла все-таки такую эстафету, одну из ведущих геополитических держав Европы, от которой многое что ждут, решения, которые прислушиваются, решения, которые являются определяющими во многих, и для многих других стран. Поэтому, эта гражданская война, она, к сожалению, тоже является опасностью, и следующим сценарием будущего. А теперь в заключении все-таки как адвокат, видимо, в этой роли я выступлю все равно, Эммануэля Макрона, хоть и через 30 лет его оценит Франция, что я хотел главное сказать. Действительно, Юпитер, действительно, он сам сказал про себя, что он Юпитер, и действительно, будучи интеллигентным, очень образованным, и с хорошей карьерой, выдающейся карьерой, человек, смотрит, наверное, свысока, и надменно на всех вокруг, включая свое окружение ближайшее, того же Габриэля Аталия и так далее. Это есть, и это та же самая проблема коммуникации, горе от ума, что называется. Это мы можем признать. Но, тем не менее, мы идем дальше. То, что я хотел сказать по поводу Юпитера, который не боится быть непопулярным. И мне кажется, очень важно для европейского, вообще демократического политика, не боясь быть непопулярным. Он действительно, у него сейчас антирейтинг 37%, рейтинг популярности 25-24%. Но есть политики, как я уже сказал, тот же Миланшон и Старжа Люпен, они еще более непопулярны, чем он. Но он президент все-таки. Он не может быть с таким, ну, не должен, по крайней мере, наверное, закончить свое право с таким рейтингом. Но он, проводя вот эти важные реформы, которые касались, в первую очередь, экономики, я вот уже говорил про встречу в Медев, которые подтвердили его программу, и Сергей сказал, что есть успехи. Действительно, это самый низкий, какой-то, я уж не помню промежуток, но довольно внушительный промежуток, низкий уровень безработицы. Сколько лет? Ну, самый низкий, за последние несколько лет. Да. И потом, конечно же, да, да, да. Ну, пенсионная реформа, которая была проведена, она, конечно же, учитывала все экономические реалии и учитывала продолжение. А как она была проведена с точки зрения коммуникации, еще раз говорю, это, наверное, было разъяснять, были по-другому действовать с точки зрения пиара. Но то, что это нужно, я думаю, что Сергей может со мной согласиться, а если не согласится, то скажет, почему. Была нужная и важная реформа для развития страны, для развития и конкуренции, в том числе, внутри Европы с другими государствами. Но он, не побоявшись сломить свой рейтинг, провел эту реформу. И так же, как не побоявшись, этот рейтинг прошел через многие кризисы, в которые вначале сказала Ольга, начиная с желтых жилетов и так далее. Поэтому я бы не называл, особенно с нашей стороны, со стороны людей, покинувших настоящую диктатуру, настоящее нарушение свободы слова, эти конституции, что Макрон является каким-то диктатором Юпитера. Макрон, распустив парламент, тоже предложил демократический путь. Но опять же, как вы правильно сказали, почему это произошло не осенью, например, а почему это произошло сразу. Есть какие-то моменты, которые я называю еще раз моментами горя от ума и такого самоуверенности в себе, слишком большой самоуверенности в себе, которые не позволили ему до конца довести задуманное, хотя, я еще раз повторюсь, и мы видим сейчас, я не понимаю иногда французов, которые живут все равно сейчас, в виде нынешних экономических условий, хотят неизвестности и хотят прыгнуть в пустоту, лишь бы сказать, Макрон, ты Юпитер. Вот этого я не понимаю. Спасибо. Я скажу просто одно слово. Потому что проблема на самом деле, это уже не, скажем так, судьба Макрона или как оценивает Макрона. Сейчас, ну, действительно, через лет 10 или 20, значит, может быть смотрит на его карьеру по-другому. Проблема в том, что будет завтра. И я хотела бы просто как-то добавить две сценарии к тому, что сказал, две плохие сценарии, к тому, что сказал Сергей. Ладно, значит, большество у национального объединения или нет? Абсолютное большество или нет? Но есть еще две сценарии, которые как-то гуляют по сетям. по сетям. То есть одно сценарие, это что он, у него по конституции, у президента по конституции есть возможность требовать абсолютно все полномочия. Это 16 статья. Он может говорить, у вас полный бардак. Действительно, значит, спасибо вам. Значит, я сейчас принимаю, это опасно для Франции, это опасно, потому что есть эти Олимпийские игры, и мы как-то понимаем уже, что это, значит, они ставят как-то вопросы безопасности, физической безопасности. И он может говорить, значит, я принимаю вот эту 16 статью, чтобы получить все полномочия. Я не говорю, что он будет это делать, но есть эта возможность. Еще есть одна возможность, что я как-то вижу, среди тех, которые поддерживают Кремль и поддерживаются конкретно Кремлем. Они уже как-то стали требовать, чтобы он подал как-то восставку. И они говорят, вот если у, например, национального объединения будет абсолютное большинство, оно может требовать, чтобы президент вошел в восставку. То есть у нас будет, и мы тоже как-то помним, более или менее не та же ситуация, которая была как-то в России в 92-м году, когда Ельцин ничего не мог делать, в 93-м году, и это дошло до ну да, до гражданской войны, ну почти, во всяком случае, до огромного бардака, во всяком случае. То есть, понимаете, эти две сценарии, они тоже как-то существуют. То есть вопрос о том, как будут вспоминать Макрона в будущее, мне все равно, честно говоря. Он сделал роковую ошибку. Он действительно как-то не советовался даже своих близких и своих министров. И сейчас то, что будет, это может быть, значит, тот же самый как-то беспорядок, как в России. И я хотела бы просто как-то запомнить об одном, потому что вы это сказали вот только что, что действительно все-таки, понимаете, мы как-то французы все-таки выдержим. Я уверена, я уверена, что мы выдержим. И мы как-то, это как-то несколько неприятных лет, но все-таки, значит, ну вы посмотрите, мы как-то выгоним рано или поздно. Но сейчас идет война. Сейчас люди погибают в Украине. Макро, значит, ему понадобилось все-таки вот несколько лет, чтобы он понял, что звонить Путину к ничему как-то хорошему не приведет. И он, наконец, как-то понял, потому что, как мне кажется, другие как-то советники, мы говорили о советниках, он понял, что действительно нужно помогать Украине. Что будет завтра, мы не знаем, потому что действительно национальное объединение, вот раньше говорили, мы, ну, Путин решает вопросы. Вот как Меланшум, Путин решает вопросы и в Украине, и в Сирии. Они все были за Путина. Они все были за то, как Путин якобы решает вопросы. То есть, что будет завтра, вот для нас, не беспокойтесь, слишком много, но для Украины и для, скажем так, голос Франции, которая действительно, и Зеленский это сказал, Зеленский это признал, действительно защищала тогда Украину. Что будет завтра, я, честно говоря, очень боюсь. Сергей, вы хотите что-то добавить или перейдем к вопросам зала? Может, у меня есть функция добавить, но это принято. Хорошо. Ну, может, через ответы добавите. Я только добавлю маленький момент, потому что мы не университет, но мы тоже не имеем права как ассоциация давать какие-либо рекомендации к голосованию, тем не менее, учитывая критическую ситуацию. Нет, мы еще перед выборами в Европарламент сделали небольшой анализ, отправив анкеты всем партиям и изучив программы вот с Борисом вместе. И что из этого вышло? Мы задавали только вопросы по поддержке Украины и только по вопросу поддержки гражданского общества России. И из этого вышло, что более-менее партии Макрона, группы Реню, публики Глюксмана и Зеленые, они примерно на одном уровне. топовая поддержка Украины, оружие, там все дела. И тоже поддержка гражданского общества России. И на деле, собственно, депутаты Ренессанс нас всегда очень сильно здесь поддерживают. вот, что касается Рен, это просто ноль и даже в минус, потому что единственное, что у них упоминалось в программе, это то, что они не пустят Украину в Евросоюз. И все, больше Украины там не упоминалось. И что касается ЛЭФИ, там не очень хороший рейтинг, но тоже поддержка упоминалась. Вот, как бы мы сделали... Да, но так рекомендации не даем. Думайте сами. Да, но это были европейские выборы, но это не... Мы не успели изучить программы к этим выборам. Вот, но тем не менее, да, вопрос поддержки. Важная вещь, потому что ассоциация действительно предполагает, что она действует в соответствии с своим мандатом. Ваш мандат действительно не вмешательство в вопросы безработицы во Франции, налоги на сфер богатых, но так как вы занимаетесь Россией и Украиной, абсолютно нормально, что вы сказываетесь на эту тему. Университет абсолютно нормально, что вы сказываетесь на тему реформы образования или, например, виз для студентов. Это тоже абсолютно нормально. Вот, поэтому вам не нужно чувствовать, чтобы делать что-то неправильно. Спасибо. Так, давайте возьмем типа три вопроса, и потом каждый, кто хочет, ответит. Сергей, давай. Передадим микрофон все-таки. Все слышали? Да, я думаю, слышали. А, ну хорошо. Если Ольга... Оператор просит. Записывай. А, оператор просит. Вот, вы говорили много про влияние Кремля. Я вот особо обратил внимание, что вот говорил все время влияние Кремля. Но, как известно, можно ли так сказать, ну поскольку те, кто засел в Кремле, они ходят как мафия, воруют как мафия и крякают как мафия. Вот по тому влиянию, которое вы видите, вот по направлению, по стилю, это все-таки влиянием Кремля как центра имперского государства, или это влияние как вот этой мафии, которая в Кремле находится? Тогда второй вопрос мой будет. Сергей Маратович, являюсь вашим фанатом, смотрел еще в России, теперь уже из Франции. Очень люблю ваши передачи, к сожалению, чуть меньше катетики стало от вас. Хотел спросить по экономике Франции, как вы считаете, находится ли она сейчас в рецессии и не является ли это причиной большого количества перемен? Здравствуйте, у меня два вопроса, если позволите. Первый вопрос, продолжение предыдущего вопроса, не про рецессию, но про экономику. Вы упомянули, что уже были подозрения, что в сентябре не смогут заопровить бюджет. Сейчас очевидно, что придется идти партии на уступки, либо на уступки с одной стороны, либо на уступки с другой стороны. Уступки и одной, и другой стороне, это проинфляционные факторы для французской экономики. Франция не имеет собственного центробанка. Мне интересно, какие вообще могут быть механизмы для борьбы с инфляцией в таком случае. Чисто технический вопрос, на самом деле, но я не нашла на него ответ. Потому что вмешательство ЕЦБ я вижу только в момент спиловера, но я не думаю, что уступки будут настолько большие, что ЕЦБ будет поднимать ставку. И второй вопрос, он больше политический. Только не говорите, что я агент Кремля, пожалуйста, и что я выступаю агентом. Я так, по русской традиции, сначала оправдываюсь, потом говорю. В общем, мне показалось, что акценты были расставлены так, что центр уходит, потому что много влияния Кремля было. Я очень согласна с Денисом по поводу коммуникации. Я абсолютно согласна на 100%. Но можете ли назвать, на самом деле, какие были более фундаментальные причины, потому что они не были сегодня озвучены. Почему у центристских партий проблемы? Да, вы сказали, что Макрон пришел с призывом к политическому миру. Также вы сказали про Меланшона. Но, в общем, это все равно как бы не... Ну, хотелось бы увидеть какие-то более фундаментальные причины, если можно какие-то весами расставить или как-то ранжировать. Спасибо. Это маленький вопрос, который, на самом деле, просто в дополнение к предыдущим, к Сергею Гурьеву, обожаемому нами. А как среагировали рынки, биржи французские, после первого и второго... Ну, после европейского... Нет, я имею в виду, оно у нас так это как-то слилось. Сначала были европейские, а потом был первый тур. И что-то мне показалось, что биржа-то как-то благоприятно это восприняла. Спасибо большое. Так, кто первый? Сосинов, первого? Ну, очень как-то коротко, потому что, на самом деле, да, это действительно, значит, Крем выступает сейчас как мафия. Но в традициях, которые существовали, вот это то, что я хотела все-таки как-то доказывать, что все эти приемы, они были использованы и раньше, и поэтому мы можем как-то их понимать. Но о том, что, вот, например, во всяком случае, да, 22-го года, все эти как-то олигархи, министры и так далее купили себе вот роскошные дачи и на юге Франции, и в Италии, и в Испании. И мы им дали право это делать. Это тоже как-то тема сама по себе. И действительно, значит, что им было как-то важно, иметь вот эти шапа как-то за границей, иметь эти дачи, иметь все эти возможности. То есть, да, они поступают как киперриалисты, с одной стороны, которые хотят править миром. И сейчас, почему они как-то платят деньги политическим деятелям? Потому что они хотят влиять на их решения, в том числе по поводу войны в Украине, в том числе по поводу санкций. Но они тоже как-то поступают как мафии. И когда, скажем так, я упомянула, например, Абрамовича, который напал на журналистку, очень хорошую журналистку, Катрин Бельтона. Это или, или, простите, чтобы как-то немножко добавить соль, или, как это, Козлов, да, который... В течение столетия, и Козлов, который сейчас как-то в Берлине и делает вот всякие как-то бизнесы, как-то напал на них в суд. То есть все эти угрозы и так далее, это тоже, чтобы как-то люди боялись, чтобы иммигранты боялись, чтобы журналисты боялись, и они как-то используют свою мощь. То есть они действительно как-то поступают, честно говоря, как мафия. Экономика. Спасибо, я отвечу на несколько вопросов, но я хотел бы сделать один важный комментарий. Мне кажется, часто люди думают о том, как устроены выборы во Франции, люди забывают, что это страна без пропорциональных выборов. То есть когда вы говорите, мы голосуем за эту или эту коалицию, надо помнить, что вы голосуете не за коалицию, а за кандидата в вашем округе, который может быть социалистом, экологическим политиком. И он или она в парламенте, если они окажутся в Национальной Ассамблее, могут голосовать против Меланшона, против республиканцев, как угодно. И в этом смысле, об этом очень важно помнить, что вот сейчас Национальный, простите, Народный фронт, Новый Народный фронт идет единой коалицией с какой-то программой, но это не означает, что в момент, когда эти люди окажутся в парламенте, они будут голосовать одинаково. Никакой партийной дисциплины во Франции нет. Тем более блоковый, межпартийный. Поэтому это очень важно вспомнить. И вторая история, это, конечно, про треугольные, четырехугольные выборы. Во Франции во второй тур может выйти больше, чем два кандидата. Если вы набрали больше, чем 12,5% голосов зарегистрированных избирателей, вы попадаете во второй тур. Вы можете быть кандидатом номер 3, кандидатом номер 4, и, соответственно, чтобы выиграть во втором туре, вам не обязательно набрать 50%. Вы можете выиграть второй тур с результатом 40% или 30%. И вот то, о чем говорили коллеги, очень важно упомянуть, что, собственно, вся эта плотина, бараш в русский, называется плотина против крайне правых, она устроена так, что центристы и левые обсуждают каждый огруг по отдельности и говорят о том, что здесь мы снимем этого кандидата, снимем этого кандидата, и снято 220 кандидатов, что не так мало. Не все кандидаты сняты, и не в каждом округе, но, тем не менее, это огромное достижение. И опять-таки люди задают вопрос, почему мы не можем точно прескать результаты выборов, мы знаем опросы. Ровно потому, что в каждом округе опросов нет. Опросы есть национальные, репрезентативные, на уровне округа опросов нет, поэтому все эти прогнозы, они, мягко говоря, устроены расплывчато. Вот сегодня происходят выборы в Великобритании, в Великобритании разрыв настолько большой, и в Великобритании все настолько понятно на уровне каждого округа, что прогнозы достаточно точные. И даже в Великобритании отличие на десятки мест по результатам выборов, которые пройдут сегодня, это та же самая система одномандатных округов, поэтому и там тоже такая проблема есть. Теперь, что касается вопросов. Значит, первый вопрос про экономические факторы. Экономика Франции не находится в рецессии, но во французской экономике есть большие проблемы. Война 22-го года привела к тому, что повысились цены на электричество, отопление, вообще возникла инфляция, и, собственно, абсолютно нормально, что люди протестуют против этого. Вот Денис задавал вопрос, почему люди не хотят принять статус-коп. Что статус-коп заключается в том, что многих людей понизилась покупательная сила доходов. Вот это просто факт. И не повысится. То есть это такой шок. Нет, но это просто, вот был задан вопрос про инфляцию, он абсолютно правильный. Как современная макроэкономика борется с инфляцией? Если произошел какой-то, то, что называется, реальный шок, например, цены на нефть повысились, а Франция не экспортирует нефть, то борьба с инфляцией устроена так. Мы не будем вам индексировать все в полной мере, потому что иначе мы разгоним инфляционную спираль, поэтому мы вам говорим, к сожалению, вам нужно принять тот факт, что ваша зарплата теперь будет покупать меньше еды, мягко говоря. И, конечно, это непопулярно. И, к счастью, в Европе и во время ковида, и после 2022 года многие правительства, включая французские правительства, пошли на серьезное увеличение долга для того, чтобы поддержать доходы, особенно семей с низкими доходами, но это компенсация неполная. Поэтому, собственно, программа «Рассимбленная националь» жердан Барделла устроена так. Мы не знаем, кто такой Путин, мы против Путина, мы за поддержку Украины, но мы за повышение ваших доходов. Их программа является абсолютно реалистичной, и поэтому я сказал, что главные изменения будут в области иммиграции, а не в области экономической политики, потому что у них нет денег для того, чтобы сделать то, что они пообещали. Но как раз, когда я говорил об экономистах, вот это письмо «Стай экономистов», о котором я говорил, я не стал бы подписывать, потому что я руководитель университета. Это письмо звучит так. Программа крайне правых является нереалистичной, катастрофической, программа крайне левых является, будем надеяться, нереалистичной, если она будет реализована, является катастрофической. Но после этого на этой неделе было новое письмо трех ведущих экономистов, Филиппа Агиона, Жана Пизанифери, и Филипп Агион, и Жан Пизанифери были одними из ведущих советников Макрона, третий советник Филипп Мартан, к сожалению, умер в декабре, и Александр Руле, которая была советником Макрона в Елисейском дворце, они написали, что мы считаем программу крайне левых катастрофичной, но программу крайне правых гораздо более катастрофичной, и в том числе нужно забыть про критику левых, потому что левые не будут премьер-министром в любом случае. Их критика программы крайних правых именно с точки зрения эмиграции, протекционизма и антиевропейской позиции. Франция не может строить свою экономику без Европы, Франция не может бороться с глобальным потеплением без Европы, и вот об этом они, собственно, говорят. Но правда в том, что хотя рецессий нет, у многих людей доходы понизились в реальном осчислении с точки зрения покупательной способности, именно это дает крайне правым платформу. Значит, как устроена платформа в отношении Кремля с 22-го года? Марин Липен не говорит, что Путин молодец, что начал эту войну. Такого нет и не будет, и больше не будет. Позиция Марин Липен такая. Тот Путин, которого я знал раньше, был хорошим человеком, я ездил от него в Кремль, он мне заплатил вот эти деньги, никто больше не давал мне в долг, кроме Чешско-Русского банка. Но когда начались выборы 22-го года, Марин Липен уничтожила 16 миллионов брошюр, где была фотография Марин Липен с Путиным. Она сказала, Путин нехороший человек, он начал войну, мы не за Путина, но мы против санкций. Я могу жить с ним попозже. Да. Марин Липен сказала, мы против санкций. Почему мы против санкций? Потому что санкции не вредят Путину, они вредят обыкновенным французам. И вот этот нарратив, что Путин любит санкции, это часть нарратива крайне правых по всей Европе. Что касается бюджета и инфляции. Вы абсолютно правильно сказали, что у Франции нет центрального банка, то есть он есть, но он не занимается инфляцией, инфляция борется в Франкфурте. И, собственно, это главная проблема Европейского Союза. Монетарная политика, денежная политика централизована, она находится в Европейском центральном банке. А фискальная политика не централизована. И, соответственно, именно поэтому в Европейском Союзе есть бюджетные правила. Что вы не можете тратить бесконечное количество денег, даже если вам очень хочется. Вы обязаны координировать свои бюджетные дефициты. Раньше это было 3%. Сейчас эти правила являются гораздо более гибкими. Цель является 3% ВВП, но не нужно это делать в следующем году. Тем не менее, Франция по европейским правилам должна снизить свой бюджетный дефицит. И она этого делать не будет. И это бы не сделал ни Макрон, это не будет делать Джордан Бардела. В принципе, Европа может наложить штраф. Этот штраф является очень небольшим, но это будет огромным национальным унижением. В общем, ваш вопрос, как с инфляцией бороться, вообще нельзя иметь такой бюджетный дефицит. Центральный банк в Европе не смотрит на инфляцию во Франции. Его цель бороться с инфляцией во всем Евросоюзе. И, к сожалению, европейская денежная зона устроена так, что бывают времена, когда, грубо говоря, в Германии нет инфляции, а в Греции большая инфляция. Как с этим действовать? Ну вот, идея такая, что смотрим на среднюю инфляцию в Евросоюзе, и тогда как-то с этим боретесь. Если боретесь, и вы правильно сказали, что вряд ли Центральный банк во Франкфурте будет поднимать ставки. Еще один вопрос. Реакция рынков. Реакция рынков была отрицательной, не катастрофичной, именно потому, что рынки думают, что никакого премьер-министра Барделла или Меланшона не будет. То есть рынки считают… Нет, Аталь не останется. Это будет техническое правительство, будет техническое правительство, и, видимо, останется либо ли мэр, либо кто-то в качестве министра финансов, либо кто-то такого же уровня. И в любом случае экономикой будут управлять те самые функционеры, которые хорошо знают, что не нужно принимать катастрофических решений. Вот это предположение рынков. Тем не менее французский долг подешевел по отношению к немецкому. И еще один вопрос, почему нет Центра. Во всем мире происходит политическая поляризация, во всем, и в Соединенных Штатах тоже, и в Великобритании, где сегодня проходят выборы, в некотором роде исключение, потому что, мягко говоря, консерваторы – уникально некомпетентная партия, но даже там идет рост реформистской партии Найджела Фараджа. И, в общем, все это не так просто. Почему происходит поляризация? Половина роста поляризации в Европе, половина роста поддержки популистов левых и правых в Европе объясняется социальными сетями. Ростом мобильного широкополосного интернета и ростом социальных сетей. Вот у меня есть статья, опубликованная в самом лучшем экономическом журнале, ровно на эту тему. Вот вторая история – это рост неравенства. Во Франции нет роста неравенства такого, как в Америке. Вот французские политики часто об этом говорят, мои коллеги, Жюля Каже, там Апикетти об этом говорят, но рост неравенства происходит в Америке. В Европе, особенно после налогов, нет роста неравенства, особенно во Франции. Но ощущение этого есть, и есть вот эта самая история, о которой мы все говорили, про юпитерианского президента. Мы говорили про Юпитер, а была еще одна история в 2017 году. Макрон общается с избирателями, один избиратель, молодой школьник, говорит ему «Маню». И Макрон говорит, не надо меня назвать «Маню», меня нужно назвать господин президент. Вот, вот, когда это, это, мягко говоря, никакое не диктаторское предположение, но это не так, как должен вести вся демократическая политика. Макрон сделал очень много для того, чтобы уничтожить доверие к центру. Но, в том числе, мы об этом говорили, его политический проект был в том, чтобы сделать одну центристскую партию, Макронскую, партию Макрона. И он для этого привлек много людей из республиканской партии, много людей из социалистической партии. Он сам был министром в социалистическом правительстве. Его министр экономики – это бывший республиканец. У него много союзников, которые из той и с той партии именно по тому, о чем мы говорили. Его политический проект был в том, что либо я, либо крайности. И он много над этим работал, и в этом смысле он несет за это ответственность. В том числе за то, что происходит сегодня. В других странах много из этого не произошло. Но во многих странах происходит поляризация. И во многом она связана в том числе с тем, как сегодня изменилась политическая дискуссия. Сегодня люди говорят не только о том, что есть экономическая неравенство, но люди говорят и о левых и правых с социальной точки зрения, с культурной точки зрения. Культурный вопрос выходит на первый план. Защита меньшинств, иммиграция, протекционизм. Поэтому все это становится более важным, и социальные сети позволяют эти дискуссии усиливать. Я очень быстро, потому что у меня меньше компетенции во всех этих вопросах. Я просто из того, что я вижу за два года во Франции, по поводу исчезновения центра. Мне кажется, это еще во многом связано с тем, что французская политика в связи с конституциональной и институциональной системой, она строилась на партиях, больших партиях. Была большая партия голистская, большая партия социалистическая, Миттерана. И, в принципе, Деголь придумал эту конституцию, которая сегодня действует во Франции, как позволяющую обладать стабильным большинством в парламенте. Потому что Четвертая Республика, которая была до 1958 года, ее главной проблемой было то, что не было никогда стабильного большинства в парламенте, и правительства менялись, то, что называется «le valse de gouvernement», просто менялись постоянно. И поэтому эта система построена так, чтобы была избрана президентская партия. Именно поэтому парламентские выборы идут сразу после президентских. Мы избираем президента, и на волне поддержки президента мы избираем его парламентское большинство. Почему сейчас это больше не работает? Во-первых, потому что, в частности, из развития социальных сетей, избиратель смотрит больше на человека, за которого он голосует, а не за партию. Потому что в 80-е годы, во времена Миттерана, я думаю, левый избиратель, он голосует за социалиста не потому, что ему нравится его лицо или то, как он формулирует вещи, а потому что он принадлежит к социалистической партии, у которой есть четкие ценности, четкая программа, и он голосует как бы за партию. Сейчас Борделло, в частности, этот кандидат на пост премьер-министра, он так популярен, в частности, у молодых людей, потому что он снимает красивые видео в ТикТок, потому что у него красивые плечи, и на них хорошо сидит костюм, потому что он умеет красиво разговаривать. Поэтому исчезает, в принципе, концепт классических французских партий, и появляются персоналии. Одновременно с тем, что большие персоналии, такие как Макрон, Меланшон, Марин Лепен, как будто бы начинают уходить на второй план, потому что мы уже сейчас видим, что и Эдуард Филипп, который возглавляет партию Оризон, которая участвует в президентском большинстве, он уже как бы начинает отрекаться от Макрона. Габриэль Аталь тоже дистанцируется от него, и большие колоссы политических партий во Франции, они уходят на второй план, давая место большому разнообразию политических персоналей. И поэтому никакого центра в такой ситуации существовать не может, потому что он базируется на больших и четких партиях. Вы уже как-то все поняли, что через 10 лет, значит, кто будет как-то французским политиком? Все уже разъяснил, да. Я хотел в конце... Да, да, да. И вот мы и вступим в борьбу, наконец-то. Раз, два, три, слышно? Я хотел быстренько сказать про тот, почему правцентр, вот как раз вопрос был, почему он исчезает, тоже хотел по этому поводу сказать. Действительно, потому что центр пребывает в абсолютно невыгодном положении, находясь перед лицом популистов и демагогов, потому что центр во всей Европе, не только во Франции, предлагает конкретную экономическую программу, основанную на экономической теории, а не является иллюзионистом, который говорит, что мы просто вам сделаем пенсию обратно 60 лет, но где вы возьмете деньги, непонятно, мы просто вам снизим налоги всем молодым людям до 30 лет, но как потом мы будем наполнять казун, тоже непонятно, но мы это сделаем, мы это пообещаем. А когда центр осуществляет нормальную, вполне себе, как правильно Сергей сказал, статус-кво, в режиме статус-кво экономическую политику, он не может ответить на вот это, когда тот же самый красивый тикток-король, который собирает не, на самом деле, не митинги, а концерты, потому что я читал в Ле-Монт статью прекрасную, как раз о том, что девочки 17-летние идут на каждое выступление, как на концерт, и это действительно так, и это растет такая молодежь сейчас, которая вот любит такие заявления, но просто он действительно хорошо улыбается, он действительно симпатичный молодой человек. Вот, да, ну, в общем, я к тому говорю, что трудно, трудно центристским политикам идти против вот такой машины. А дальше еще им очень трудно, на мой взгляд, и тут я уже коснусь Макрона снова, трудно идти против ДНК нации. Вот победительница прошлого года Каннского кинофестиваля за фильм «Анатомия падения» Жюль, как я... Кто-нибудь напомнит мне, как ее зовут? Как? Жустин Трие, совершенно верно. Она выступила с эмоциональной речью на фоне протестов по пенсионной реформе, сказав, что вы нарушили наше ДНК. Но действительно, социальные выплаты, вообще социальная повестка и левая повестка во Франции, это традиционно очень сильная, трудно переломить такую, и трудно через хребет ломать, проводя такую реформу, хотя она экономически, на мой взгляд, и я читал на эту статью, поэтому много статей, обоснована и нужна, потому что уровень жизни повышается, и многое-многое. Учитывается, да, и продолжительность жизни повышается. Да, мы во Франции будем ломать. Так вот, он попытался сломать это ДНК. Когда ты ломаешь ДНК, естественно, это обращается в антирейтинг и непопулярность. Когда ты идешь против танков, которые просто с тебя с закрытым лицом говорят, а мы все равно накормим тебя, в том же городе Вилер-Котре, о котором я говорил, потому что многие, действительно, если посмотреть карту, голосуют очень много, больше 50%, это люди 55-60, это люди в регионах с большой безработицей, это люди ухи, рабочий, действительно, класс, который пытается выжить на уровне СМИКа, и действительно на этом популистам работать очень легко. Что же будет делать, как все время на дебатах, бедный Габриэль Аталь вынужден был говорить, ну я не маг, я не волшебник, я не могу взять и достать, и вообще всем заплатить деньги. Но, тем не менее, рецессии во Франции нет. И вот я хочу сказать, что я абсолютно согласен с Сергеем в данном случае, что Макрон несет полностью ответственность, и я с таким же лицом сидел, как и Габриэль Аталь, и как и другие на той самой знаменитой фотографии его придворного фотографа. Но я, с другой стороны, считаю, что мы сейчас живем в краткосрочной перспективе, а если мы взглянем на всю эту ситуацию в долгосрочной перспективе, то, возможно, мы увидим ее с другой стороны, но об этом мы сможем судить только через несколько лет. Спасибо. Спасибо. Я думаю, мы уже подходим к двум часам дискуссии, наверное, устали, да, и будем уже завершать. Я хотела еще... Да, можно продолжить неформально, безусловно. Я тут услышала краем уха про силу соцсетей, так вот подписывайтесь на наши соцсети. Тиктока пока нет. Но, кстати, это очень интересный вопрос вообще, как используют социальные сети разные политические движения. И я хочу тоже вот маленькую вещь рассказать, что мы... Я лично недавно общалась с разными гражданскими движениями Франции левого фланга, и там очень много чего интересного организуется. Вообще я узнала, что, оказывается, в Хомпупелях уже был запланирован, поэтому они так легко и быстро смогли запустить эту машину. У них уже вся идентика была разработана, и их цель была как раз оттуда выпихнуть Меланшона и всяких старичков-антисемитов. Мы приехали в 20-м году, не помню, что Меланшон был супер успешным. И в 17-м году у него были, например, трехмерные презентации, где он наступал сразу в несколько раз. Да. Ну вот, и, короче, эта молодежь, они сейчас планируют организовать резистанс, сопротивление. И я думаю, это будет безумно интересно нам понаблюдать и вообще поучиться, и посмотреть, как здесь ведет резистанс разные политические силы, которые придерживаются демократических взглядов, какие инструменты они используют, какую коммуникацию, какой вообще месседж они строят. И я всех призываю этим интересоваться, учить, безусловно, французский, и следить за всем этим, за дебатами, и за тем, как это будет организовываться. Вот. Ты хочешь добавить или уже в ней формально? У нас последнее короткое выступление. Очень, на минутку только. Вот. Сергей Гурьев сказал, во Франции нет пропорциональной системы, и Пятая Республика, Конституция делает, что winner takes all. В общем, для будто бы стабильности это было придумано, но сейчас эта стабильность, она поворачивается наоборот. И я думаю, что, если будет демократическая Россия когда-то, потому что сейчас она под вопросительным знаком, поддержка Украины, это значит демократическая Россия. Но если она будет, вот пример Конституции, которую не стоило бы взять. Увы, в 1993 году это было сделано по глупости, но сейчас, не сейчас, ну, наверное, не по глупости, но через 2-3, не знаю когда, не надо будет повторять такую глупость. И надо будет иметь систему в России, которая будет позволять и пропорциональность в какой-то доле, в какой-то мере, и, конечно, региональные силы, потому что все ультраконцентрировано во Франции, и властью президента и так далее. Спасибо, Оля. Это было сознательное решение, с какими французсками, чтобы предметы было больше. Это будет следующая тема нашей встречи, какая политическая система для России, светлой России в будущее. Спасибо.